Ну а пока посмотрим на графику. По данным аналитиков финэкспертизы, в 2014 году выбросы превышали 17 миллионов тонн. В 2019 этот уровень практически не изменился. Во время пандемии, именно в 2020 году, выбросов в атмосферу стало немного меньше, 16,9 миллионов тонн. И вот уже в 2021 году, как выяснилось, они выросли сразу на 1,5% и составили 17,2 миллиона тонн. По мнению Росприроднадзора, загрязнений стало больше из-за восстановления промышленного производства в России. То есть по итогам 2021 года индекс промышленности превысил 5%. Это уже мы транслируем данные Росстата. Как отмечают эксперты, есть еще одна причина. Это рост числа зарегистрированных предприятий, эмитентов вредных выбросов. В прошлом году их стало на 15% почему-то больше. Ну и на другую графику давайте посмотрим. Это уже разбивка по регионам. Антилидеров покажем вам. Там, где наиболее высокий прирост по выбросам происходит. В первую очередь это Якутия. 390 тысяч тонн в прошлом году составила там цифры. Это плюс 100 тысяч прирост. Одна из причин, кстати, тут по мнению экспертов, в том, что в регионе появилось много новых объектов Газпрома. Порядка 200 производств в том году там запустили. На втором месте идет Ханты-Мансийский автономный округ. Там объем выбросов почти плюс 90 тысяч тонн новых. Затем идет Янау. Там прирост составил чуть меньше. Порядка 70 тысяч. Выросло также число выбросов и в Оренбургской области. Плюс 28,5. Вот в этих регионах, кстати, уровень загрязнения растет уже из-за увеличения нефти и газодобычи, специалисты считают. И Волгоградская область тоже в пятерку попала. Там прирост по выбросам составил 47 тысяч тонн.